Здравствуйте! Программа «Утренний эспрессо» приветствует вас на телеканале «Беларусь-4 Брест». Меня зовут Екатерина Нечипорук. Сегодня понедельник, 14 сентября. Встречаем новую рабочую неделю вместе. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Разберемся, кто может продолжать пользоваться налоговыми льготами, введенными из-за ситуации с COVID-19. Выясним, кому в первую очередь рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа. Узнаем, как создаются уникальные наряды из ирландского кружева. Уже очень скоро к нам присоединится гостья, который как раз-таки расскажет, кто может пользоваться налоговыми льготами, введенными в связи с эпидемиологической ситуацией. На сегодняшний момент обо всех особенностях налогового законодательства в этом направлении будем говорить сегодня. Если у вас есть вопросы, пишите их, пожалуйста, на наш номер в Вайбере. 821-5555. На все обязательно ответим. Ну и прямо сейчас хотелось бы такую хорошую новость рассказать всем. Если вы еще не успели посмотреть прогноз погоды на ближайшую неделю, то к нам возвращается лето. Отличная солнечная погода ждет жителей Брестской области на протяжении всей недели. Так что стоит наслаждаться последними теплыми деньгами перед наступлением прохладной осени. Прямо сейчас узнаем, какой будет погода именно сегодня в каждом отдельном городе области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Программа «Утренний эспрессо» приветствует вас на телеканале «Беларусь-4 Брест». Новую рабочую неделю встречаем вместе на календаре понедельник, 14 сентября. Кстати, социологи утверждают, что понедельник не самый сложный день недели, как принято считать самым сложным является вторник. Поэтому сейчас пока еще приходим в норму после выходных. Друзья, грибной сезон благодаря теплой погоде этого сентября в самом разгаре. Любители тихой охоты утверждают, что в Брестской области сейчас настоящий бум боровиков. При этом весь интернет сейчас заполнен результатами тихой охоты. Но стоит понимать то, что в Брестской области уже есть случаи отравления грибами, чтобы не подвергать себя. Своих близких опасностей грибникам следует быть особенно осторожными и избирательными. Самой опасной для человека является бледная поганка, которую легко можно спутать с сыроежкой или шампиньоном. К сожалению, в 90% случаев отравление бледной поганкой заканчивается летальным исходом. Поэтому нужно быть очень аккуратным и осторожным, потому что даже после термообработки этот гриб все равно остается ядовитым. Поэтому специалисты еще раз подчеркивают, будьте крайне внимательны. Обязательно перепроверяйте картину свою и особенно детей, если вы их берете с собой. Не употребляйте грибы, в которых вы сомневаетесь. Но и помните то, что все-таки ближайшая неделя будет по-летнему теплой. Так что стоит наслаждаться хорошей погодой и отличным грибным сезоном. На календаре 14 сентября. И прямо сейчас узнаем, чем этот день отмечен в истории, какие события отмечены в календаре. Сегодня 14 сентября. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1905 году родился Аркадий Кольцатый, белорусский кинооператор, заслуженный артист Беларуси. Работал на киностудии «Советская Белоруссия». Оператор фильмов «Рубикон», «Первый взвод», а также «Дети капитана Гранта», «Карнавальная ночь» и других. В 1920-м в Минске спектаклем «Рысь» по рассказу Элизы Ажешко в зимний вечер открылся Белорусский государственный театр. Спустя 20 лет театру было присвоено имя Янки Купалы, чуть позже звание академического. А с начала 90-х это Национальный академический театр имени Янки Купалы. В 1932-м родился Игорь Кириллов, диктор телевидения, народный артист. Более 30 лет был ведущим главной в СССР информационной программы «Время». Сейчас ведет программу «Не время» на российском радио «Юмор-ФМ» вместе с Анной Шатиловой. В 1944-м началась стратегическая наступательная операция советских войск на территории Прибалтики в ходе Великой Отечественной войны. Операция с целью освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы проходила с 14 сентября по 24 ноября. В этот день в 2002 году в Минске в сквере Сэндай установлен подарок от одноименного японского города Побратима. Часы, работающие от солнечных батарей и показывающие минское и японское время. Вес часов 95 килограммов. Возвращаемся в студию прямого эфира. Стоит еще раз напомнить о необходимости соблюдать все правила и элементарное правило безопасности, потому что во всем мире прогнозируется вторая волна ковид-инфекции. Кстати, Беларусь обновила список стран, по возвращению из которых не нужен карантин. Теперь при возвращении из Узбекистана не требуется 14-дневная самоизоляция. Однако в связи с регистрируемыми на протяжении последних трех недель показателем заболеваемости обратно в красный список, в красную зону вернулись Королевство Испания, Черногория, Израиль, Княжество Андорра и Республика Мальта. Это значит, что все путешественники, которые успели уехать в эти страны по возвращению на территорию Беларуси, обязательно должны будут проходить 14-дневный карантин, то есть самоизоляцию. На сегодняшний день также прибывшие из Украины люди тоже обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию. Кстати, турфирмы, конечно же, жалуются и утверждают, что такой процесс тормозит развитие туристического бизнеса. Тем более при вопросе с соседней страной. Но Украина тоже сейчас закрыла границы. Все связано с распространением коронавирусной инфекции. Друзья, берегите себя и своих близких. Обязательно используйте маски в общественных местах, перчатки, антисептики. И помните, что при первых же симптомах заболеваемости нужно обязательно обратиться к врачу. Если у вас есть температура, не стоит идти в учреждение здравоохранения, вызывайте врача на дом. И лучшее, чем вы можете помочь нашим медикам, это, конечно же, оставаться здоровыми. Поэтому будьте крайне внимательны по отношению к себе и своим близким. Продолжим далее говорить о здоровье, потому что уже сейчас началась вакцинация против сезонного гриппа. И в этом году иммунизация населения пройдет в особых условиях. А все потому, что особую опасность представляет заболевание одновременно и коронавирусной инфекцией, и сезонным гриппом. Все подробности в следующем материале. Наибольшей эффективной мерой борьбы с вирусными захворываниями является вакцина-профилактика. Все лето в Брестской области плануется прищепить от гриппу больше за 540 тысяч жихару. А это 40% насильства. В ближайший час первая партия супер-гриппозной вакцины появится во всех установах охоты здоровья. Прищепки будут проводиться за кошт сродков республиканского бюджета вакцины российской вытворчасти «Гриппов плюс». На платной основе будут доступны вакцины французской и голландской вытворчасти. Но первую чергу иммунизация рекомендована людям с групп Рызыки. Дорогий состав супер-гриппозных вакцин унесен измены. Ежегодно по рекомендации Всемирной организации здравоохранения изменяется состав гриппозных вакцин. То есть каждый сезон это новый состав. В этом году изменился он кардинально. То есть все три новых штамма включены в состав противогриппозной вакцины. А четырехвалентная вакцина там входят четыре штамма против гриппа. В прошлом году у нас почти не регистрировалась вообще заболеваемость гриппом. Поэтому в этом году мы ожидаем все-таки достаточно такого значительного вклада этого вируса в заболеваемость. На фоне коронавируса, который продолжает циркулировать и вызывать заболеваемость, это до 10-15% от всех обратившихся в Сури. Иммунизация протягнется до первого снежня. Однако медики нагадывают, что лучший час для вакцинации – осень. То есть до начала эпидемического сезона, который, припадая на конец студии «Неолюты», у прищепленного человека мог выпрацеваться иммунитет. Самая теплая зима в Беларуси. Самой теплой в нашей стране считается зима 1989-1990 годов. Тогда средняя температура за три месяца составила минус 0,1 градуса. 21 февраля 1990 года в Бресте был зафиксирован абсолютный максимум зимнего периода – плюс 17,2 градуса. Самая сильная ледяная буря в истории. Она пронеслась в январе 1998 года по восточным районам Канады и северо-востоку США. Буря столетия вызвала закрытие аэропортов и железнодорожных станций, блокировала дороги и повалила почти 600 вышек высоковольтных линий электропередач. За пять дней на проводах намерз 10-сантиметровый слой льда, вызвавший многочисленные обрывы. Самое быстрое хлопанье крыльями. Во время периода брачных игр обыкновенный архилохус может совершать невероятные 200 ударов крыльями в секунду, в отличие от нормальных, но не менее впечатляющих 90 ударов в секунду, которые совершают остальные калибри. Возвращаемся в студию прямого эфира. Как и обещали, к нам присоединилась наша гостья. Сейчас будем говорить об особенностях налогового законодательства, связанного с той ситуацией, которая складывалась во всем мире с распространением ковид-инфекции. Есть особенности и льготы. Кто может ими пользоваться, узнаем прямо сейчас. Наша гостья Ольга Меселюк, главный государственный налоговый инспектор МНС по Брестской области. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Ввиду сложившейся в текущем году ситуации с распространением ковид-19, очень многие индивидуальные предприниматели оказались в непростой ситуации. Особенно это общий ПИД, туристическая деятельность. Люди вынуждены поставили свой бизнес просто на паузу, потому что не могли работать. На какой период индивидуальный предприниматель вправе приостановить существляемую деятельность? В целом, нормами налогового законодательства период приостановления деятельности предусмотрен только для индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога. И в соответствии с налоговым кодексом данный период составляет 30 дней. Вместе с тем, был в апреле принят указ президента о поддержке экономики, в соответствии с которым индивидуальные предприниматели-плательщики единого налога в 2020 году в праве не осуществляют деятельность более 30 дней. Что же касается плательщиков иных систем налогообложения, общеустановленной и упрощенной системы налогообложения, то для таких индивидуальных предпринимателей ограничение у нас не предусмотрено налоговым законодательством, потому как у них налогооблагаемая база зависит от наличия выручки. Соответственно, есть выручка, уплачиваем налоги, нет выручки, налог не уплачиваем. Как-то так. В то же время не стоит забывать, что в принципе у нас еще есть дегрет президента номер один, в соответствии с которым, если субъект хозяйствования не осуществляет деятельность 2 года и более, в этом случае налоговый орган вправе инициировать ликвидацию. То есть нужно все равно следить за тем, какой период прошел. Обязан ли индивидуальный предприниматель каким-либо образом уведомлять налоговую службу о том, что он приостановил деятельность в связи с этой ситуацией? Опять-таки, здесь дело в особенности индивидуальных предпринимателей-плательщиков единого налога, учитывая, что декларацию они подают наперед, то есть до начала осуществления деятельности, не позднее первого месяца квартала, в котором планируется осуществление деятельности. Соответственно, получается, что они должны предоставлять декларацию налоговую и в соответствующих графах ставить код вида деятельности 20 тысяч. И показывают, что они деятельность не осуществляют. Данная норма как бы не является обязательной, но учитывая, что сама форма декларации предполагает еще также отражение выручки, полученной за отработанный период, мы всегда рекомендуем лучше эту нулевую декларацию представить. Кроме того, в принципе, в ходе деятельности у индивидуального предпринимателя может возникнуть необходимость возобновления деятельности. Соответственно, надо будет сдать уточненную декларацию. Что касается плательщиков других налогов, то здесь все зависит от наличия выручки. Если в текущем году у индивидуального предпринимателя была выручка, и он предоставлял декларацию, соответственно, соответствующие декларации надо предоставлять по срокам, до 20-го числа месяца следующего за отчетным кварталом и отражать в данных декларациях ту выручку, которая была отражена в последней декларации в том периоде, когда индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность. А если предприниматель вообще не планирует осуществлять деятельность весь квартал, ему необходимо вот эту декларацию по единому налогу еще раз каким-то образом предоставить или нет? Ну, мы рекомендуем все-таки представлять нулевую эту декларацию, потому как, я говорю, что может возникнуть ситуация, когда надо будет возобновить деятельность, и дабы избежать штрафов о непредставленной декларации, несвоевременно представленной, мы рекомендуем. Если с единым налогом все понятно, то вот вы уже затрагивали немножко плательщиков других систем налогообложения, все-таки если человек, который платит, допустим, 5%, да, упрощенка, он не осуществляет деятельность, или у него там упали резко выручка вообще там до минимального размера, ему как быть? Есть ли необходимость уведомлять налоговые органы о такой ситуации, при становлении какой-то деятельности и так далее? Ну, обязанность такая отсутствует, то есть нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность об уведомлении о приостановлении деятельности. Вместе с тем, как бы в целях взаимно... Информирования, помощи, да? Да, 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 взаимодействия с налоговым инспектором мы как бы, мы рекомендуем все равно каким-то образом уведомлять. Это может быть письмо в произвольной форме о том, что вот я на такой-то период приостанавливаю деятельность. То есть если в процессе этого периода деятельность возобновлена, человек просто потом подает декларацию о доходах, да? Мы видим это по выручке. Появляется выручка, соответственно, изменяется налогооблагаемая база, которая отражается в декларации. То, о чем вы сейчас говорили, касается деятельности индивидуального предпринимателя. А как быть, если, допустим, индивидуальный предприниматель не приостанавливал деятельность, но находился на больничном из-за заражения вирусом, да, ковид, или вынужденно находился на самоизоляции в связи с этой ситуацией? Вот ему что нужно делать? Что касается индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога. Так как налог уплачивается наперед, соответственно, индивидуальный предприниматель, уплативший налог, не мог предполагать ситуацию, когда он либо заразился ковидом, либо стал контактом первого уровня. В этом случае он вправе представить в налоговый орган соответствующий документ, выданный учреждением здравоохранения о том, что он находился на больничном в связи с заражением ковид-19, либо требование о соблюдении правил самоизоляции. В этом году есть также особые условия, при которых можно приходить с одной системы налогообложения в другую. Это правда или это какой-то миф из интернета? Нет, это не миф из интернета. На самом деле, да, как я уже говорила, был подписан указ 143 о поддержке экономики, в соответствии с которым предусмотрено для индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога. В общем-то, все касается именно данной категории плательщиков, ввиду того, что и фиксированная ставка, и уплачивается наперед, им дано право в 2020 году переходить на иные системы налогообложения, либо на общеустановленные, либо на упрощенную систему налогообложения в любом из месяцев текущего года. Для этого необходимо, если индивидуальный предприниматель планирует перейти, допустим, на упрощенную систему налогообложения, необходимо не позднее 20 числа текущего месяца представить в налоговый орган уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения и уточненную декларацию по единому налогу. И, соответственно, с текущего месяца он будет признаваться уже плательщиком другой системы. Это сделано для того, чтобы человек, если у него, допустим, появляется работа, мог продолжать осуществлять свою деятельность, правильно? Да. Сложнее ли ввести все бумаги, связанные, допустим, единый налог и упрощенной системой налогообложения? Это как можно оценить самому? Ну, в некоторой степени сложнее, конечно. Сама по себе, сама форма книги по упрощенной системе налогообложения, она на порядок сложнее. Вместе с тем, ну, субъект хозяйствования самостоятельно уже определяет, насколько ему это выгодно. Угу. Если индивидуальный предприниматель в 2019 году, например, являлся плательщиком единого налога, с начала 20-го деятельность не осуществлял, он вправе при начале осуществления деятельности, то есть вот он какое-то время не работал, а потом решил работать и уже тогда решил привинить следующую систему налогообложения. Обязательно ли это делать сразу? Вот какая здесь система? Дело в том, что 143-м указом предусмотрено, что право на переход на упрощенную систему налогообложения имеют индивидуальные предприниматели, представившие декларацию и уплатившие налог. Соответственно, если деятельность индивидуальным предпринимателям в текущем году не осуществлялась, и он не подавал уведомления о переходе на упрощенную систему в 2019 году, соответственно, в текущем году он остается плательщиком либо единого налога, либо общеустановленной системы налогообложения с уплатой подоходного налога. На протяжении всей программы говорим о том, что сейчас во всем мире ожидается вторая волна коронавирусной инфекции. Какие меры безопасности у вас непосредственно для специалистов введены, для того, чтобы обезопасить и налоговых инспекторов, и людей, которые приходят, обязательно ли использование масок, когда заходишь к вам на территорию здания? В Центре по работе с плательщиками у нас все сотрудники, безусловно, находятся в масках, это обязательное условие. При контактах с плательщиками инспектора, которые непосредственно контактируют, также обязаны носить маски. Естественно, у нас есть ИД-средства, и предусмотрено, в принципе, для минимизации контакта при входе в налоговую инспекцию, вы знаете, что у нас одно здание, где находится и Ленинская, и Московская инспекция. Там специально установлены ящики, в которые плательщик может оставить либо декларацию, либо какую-то другую информацию. Ну и вообще мы рекомендуем, конечно, подключаться к системе электронного декларирования, что само по себе уже предполагает не контактировать. Ну, либо можно отправлять декларации через кабинет плательщика, личный кабинет плательщика. По почте сейчас отправляют декларацию или нет? Или это уже в прошлый век? Отправляют, да? Отправляют. Действительно, если ты даже отправил в последний день подачу, оно все равно, так как зарегистрировано, считается верным? Именно так и есть, да. То есть, если, допустим, срок представления декларации не позднее первого числа текущего месяца, соответственно, если декларацию вы отправили по почте первого числа, она будет зарегистрирована как первая, несмотря на то, что получим мы ее позже. А если она была заполнена неверно? Инспектор с вами обязательно свяжется и представит уточненную. А, уточненную. То есть все равно это работает, это тоже способ защитить себя и своих близких. Спасибо вам большое за информацию. Все вопросы дополнительные, куда задавать, кому звонить, как обращаться. Раньше была система, вот мой личный инспектор налоговый, я к нему обращаюсь, сейчас немножко по-другому. Все-таки вот где вы рекомендуете черпать информацию, если я не могу разобраться с документами, как это все заполнять и так далее? Мы рекомендуем обращаться в отделы консультаций, своей инспекции, либо у нас на сегодня существует единый колл-центр республиканский, номер телефона 189, позвонив на который, всегда можно получить нужную информацию. Что ж, друзья, берите информацию на вооружение. Напомню, что сегодня у нас в гостях был главный государственный налоговый инспектор МНС Побресской области Ольга Меселюк. Задавайте свои вопросы, наш номер в Вайбере 821-5555, обязательно ответим. Прямо сейчас предлагаем узнать, какой будет погода сегодня в регионе. Скоро вернемся в студию. Все ситуации, которые возникнут сегодня, окажутся на руку Овнам. Наконец-то вы сможете спокойно и без нажима воздействовать на свое мировоззрение, а также поделиться богатым опытом с другими людьми. Тельцов ждет встреча с человеком, который на много лет станет его покровителем и почитателем таланта. Судьба будет щедра к вам, и за это нужно быть благодарными. Звезды не советуют близнецам зависеть от мнения окружающих, даже если оно непоколебимо. Пусть начальство аргументирует свои претензии и критику, тогда еще можно с чем-то соглашаться. Ракам нужно смотреть на жизнь, да и на вещи проще. Конечно же, это определенный талант, но он у вас есть. Не надо тратить драгоценное время на пустые разговоры, развлечения и скучную работу. Львам категорически запрещено потакать собственным прихотям, в противном случае вы влезете в долги. Весомые аргументы, увы, не в вашу пользу приведет любимый человек, и его нужно попытаться понять. Девам нельзя отказываться от важных встреч и работы. Даже если захочется петь и танцевать, лучше отставьте эмоции на вечер, а утром возьмитесь за все, что первостепенно. У весов проявится невероятная тяга к знаниям. Что ж, значит, пора отправляться на учебу или повышать квалификацию. О личных проблемах откровенничать не стоит. Вас могут только пожалеть, но не помочь. Скорпионам можно смело делиться планами и идеями с коллегами. Переживать не надо, не сглазят и ничего не украдут. Вот эмоциональный отклик вы получите со стороны человека, которому давно симпатизируете. Стрельцы могут попасть не просто в неприятную, но и трудно разрешимую ситуацию, особенно если проигнорируют советы близких. Не стоит копать там, где и так глубоко. Козерогов будут подстерегать трудности буквально повсюду. Даже на ровном месте вы умудритесь споткнуться, поэтому нужно быть крайне осторожными. Главное, больше оптимизма и все обязательно образуется. Водолеи во всей красе продемонстрируют свой горячий темперамент, и именно он поможет решить все насущные проблемы, а также завоевать симпатию понравившегося человека. Гороскоп предсказывает рыбам незабываемый день, потому что сложится он необычно. Все пойдет не по плану. Уверенность в работе позволит укрепить авторитет в коллективе. Специалисты из США, проведя множество исследований и анализов, установили, что очень большое количество продуктов, которые употребляются нами в пищу, вредны здоровью, как раз таки из-за вредных веществ, которыми их удобряют. Вот такая вот информация. Мы составили небольшой рейтинг самых опасных фруктов, по мнению западных специалистов, и овощей, которые больше всего впитывают всевозможные пестициды. И первое место, как не обидно, досталось знакомой всем вкусной сладкой клубники. В ней содержится большая концентрация пестицидов. ВОЗ назвали ее самым опасным продуктом, в котором накапливаются вредные вещества. Далее у нас стоят шпинат и яблоки на втором месте. Кстати, вот в клубнике накапливается вредных веществ примерно в 20% от ее массы. Это очень, конечно, много. Третье место заняли персики, нектарины, груши, вишни и виноград. Самыми отдаленными по опасности накопления всевозможных пестицидов стали картофель, перец и томаты, подчеркнули специалисты. Не опасными специалисты признали грейпфруты, ананасы, авокадо, капусту, спаржу, баклажаны, лук и кукурузу. Именно эти продукты не накапливают вредные вещества, даже если в процессе выращивания их удобряют. Большинство, это 70% всех представителей фруктово-овощной корзины, по мнению исследователей, приходят предварительную химическую обработку. Она вредна для эндокринной нервной системы, поэтому стоит все-таки употреблять их очень внимательно, относиться к тому, где вы покупаете фрукты и овощи, и какое количество препаратов всевозможных использовано было для выращивания. Вот такая вот информация. Надеемся, что все-таки это больше к западной культуре относятся и у нас более натуральные продукты. Всем тем, кто сейчас завтракает в нашей компании, хочется пожелать приятного аппетита. Помните, что завтрак – это главный прием пищи. Хотя совсем недавно приводили пример, что все-таки очень плотный завтрак тоже переоценивают, потому что специалисты утверждают, что нужно прислушиваться к своему организму и кушать ровно столько, сколько хочется. Ни в коем случае не заставлять себя есть больше той нормы, которую требует ваш организм. Минувшие выходные отмечался очень творческий праздник – Международный день вязания крючком. Эта техника вязания считается намного проще, чем вязание спицами и на сегодняшний момент является наиболее распространенной и популярной. В последние годы вязание перестало быть делом только бабушек, все чаще. Очень занятые и увлеченные бизнесвумен тоже посвящают свое свободное время этому увлечению. Психологи в этом не видят ничего удивительного. По их мнению, спицетерапия – один из наиболее доступных и эффективных способов избавления от психологического напряжения. Все потому, что равномерные, ритмичные движения рук, медленное разматывание клубка, петли, иногда тихое позвякивание спиц – все это благотворно влияет на нашу нервную систему. Так что, если вы не знаете, какое хобби поможет вам успокоиться после тяжелого дня, обращайте свое внимание на вязание крючком и спицами. Кстати, в последнее время все популярнее в мире вязание и это увлечение остаются не только среди женщин, но и среди мужчин. Так что, присоединяйтесь к общему движению. Кстати, вот далее наш следующий сюжет расскажет о том, какие шедевры могут получиться, если вы свое хобби превращаете в смысл жизни. Уникальные стильные наряды из ирландского кружева уже около пяти лет создает жительница агрогородка Большие Матыкалы. Катерина Василюк. В ее копилке есть участие как в международных, так и в республиканских конкурсах, мастер-классах. Все подробности сейчас узнаем из нашего видеоматериала. Первая из ирландского кружева и самая любимая. На создание этого платья ушло около полугода. Практически каждый вечер Катерина Василюк вязала свой наряд и параллельно изучала новую технику. По сравнению уже с теперешними моими работами грубоватая, не такое красивое, но как первое оно мне очень нравится. И вот уже пять лет как Екатерина занимается вязанием в технике ирландского кружева, причем совмещает это с работой и делами по дому. Каждое ее творение неповторимо и в каждом ее душа. На создание работ уходит несколько месяцев, например, на платье не меньше четырех. Я уже создала 18 работ, начиная от новогоднего шара, заканчивая платьями. Также создаю клачи, воротнички и хочу в будущем свою персональную выставку и чтобы мои работы показали на подиуме. Мастерица практически у цели. К слову, Екатерина Василюк, член Международной школы любителей ирландского кружева Ольги Старостиной. Французская организация ОИДФА участница международных конкурсов, на которых трию работы заняли первые места. На достигнутом останавливаться не собирается, а все еще только начинается, уверена мастерица. А на данный момент она готовит подарок дочери в платье. Сейчас вот мотивы разные, потом буду создавать из них композицию, выкладывать на выкройки и собирать уже швейной нитью. Использую я для этого самый тонкий крючок в мире, это 0,35. И собираю сеточкой изделия. Всего в Прибужье несколько десятков мастеров декоративно-прикладного искусства. Они стараются проводить совместные и персональные выставки, участвуют в различных фестивалях и конкурсах. Очень таким отличительным моментом в этом году у нас было. Мы первый раз поехали, нас пригласили в Александрию на республиканское купалье. Всегда приглашают, вот у нас получилось в этот раз поехать. Мы тоже представили выставку народного творчества, мы там три дня отработали красиво, хорошо очень. Между тем, Екатерина скоро не только откроет персональную выставку, в планах начать шить платье и на заказ. 14 сентября на календаре понедельник. Кстати, по старому стилю это 1 сентября и вот именно на эту дату приходится новолуние или славянский Новый год. Эта дата в православном календаре также считается первым днем Нового церковного года. На Руси в этот день был большим праздником и с множеством традиций, поверий. В связи с наступлением осени Нового года заканчивались большинство работ в поле и начинались так называемые работы в избах около огня. То есть как раз таки вязание это тот самый вариант, которому нужно сейчас посвятить много времени, потому что по старым традициям все основные самые сложные летние работы летнего периода должны быть завершены. Вот такая вот информация для расширения кругозора. Ну а еще хотелось бы нам нам рассказать, что новый сезон в Театре Кукол стартовал с премьеры. Если вы еще не успели посмотреть, ничего страшного, на вооружение берите эту информацию. Надеюсь, заинтригуют вас наш следующий сюжет и вы обязательно купите билеты на ближайшую доступную дату. Вот так, по звуке зажигательных мелодий в Брестском театре Кукол встречают гостей. В качестве хозяев девочка Маша, пират и сказочник. Любимые известные герои. Встречи со зрителями здесь ждали давно. К празднику и подарок. Новый сезон начинает премьера из спектакля «Перелетный». В его основе мультфиль современного иллюстратора Юлии Ароновой. Действие происходит в Курятнике, где маленькая курочка Зина мечтает летать. Но все обстоятельства свидетельствуют, это невозможно. Или все же... Зина, ты только посмотри на своих братьев. А они четко выполняют. Это клювы, а это не клювы. Это клювы, а это не клювы. А это не клювы. Для нас это что-то новое. Во-первых, там используются несколько вариантов систем кукловождения. Мы ушли в некоторую условность, что тоже для нас что-то новое. Было очень интересно. Мы пытались найти какой-то юмор, уже немножко пошутить с детьми. Я надеюсь, что у нас получилось. Много было вариантов, остановились на таком условном решении. Минимализм, можно это так назвать. Открытый прием, когда декорации не закрывают полностью артиста. Они работают просто вот как есть. В прямом плане. Очень интересно было работать над этим спектаклем. На данный момент это мой любимый спектакль. Спектакль о том, что для Веры нет препятствий, чудеса возможны всегда. Она так красиво делала, был красивый туман, и все было такое красивое. Так вдохновился. Мне больше понравилась та, которая выигрывала Зим. Просто она просто мечтала, она верила, что мечта сбудется. Вот так надо всегда. Если вы хотите, чтобы это сбылось, надо мечтать. В театре уже начали готовиться к новым премьерам. Мы каждый день думаем, чем удивлять наших зрителей. Вчера у нас состоялось заседание художественного совета. Мы приступили к производству нового спектакля. Рабочее название пока называется «Крылья бабочки». В календаре событий фестиваль Те-арт, а также подготовка новогодней программы. Все, чтобы снова порадовать и удивить маленьких и взрослых зрителей. Отличное настроение с утра пораньше на телеканале «Беларусь-4 Брест» создает программу «Утренняя эспресса». Мы благодарим наших партнеров студию флористики «Жардан», которые ежедневно дарят нам такие цветочные настроения и позитивные эмоции благодаря своим композициям. Дарите позитив своим близким, улыбайтесь окружающим, это обязательно вернется вам таким же позитивным настроем и эмоциями на протяжении всего дня. Мы далее продолжим говорить о растениях и цветах. Оставайтесь, пожалуйста, на четверке. Эти многолетние вьющиеся растения привлекают внимание разноцветными крупными или мелкими цветами. Клематисы, известные также как княжики, и ломоносы завоевали популярность благодаря способности оплетать дачные постройки. Опытные цветоводы советуют проводить посадку растения в сентябре-октябре, но для каждого региона сроки сдвигаются в зависимости от погодных условий. Важно помнить, что он родом из тропиков, ему необходимо много солнца и максимальная защита от ветра. Их даже называют королями солнца, то есть вся верхняя часть должна находиться на палящем солнце, а именно корневая система должна быть притяненная. То есть вообще в идеале снизу еще желательно посадить пару низких растений, даже те же самые миниатюрные бархатца очень хорошо подойдут. Чтобы предотвратить загнивание корней и увядание побегов, в почву желательно внести раскислители. Именно я при посадке в ямку добавляю примерно полстакана доломитовой муки и полстакана золы для увеличения питательных веществ. Это все мы перемешиваем. Перед посадкой корни клематица нужно осмотреть и слегка расправить. Саженец заглубляется в землю так, чтобы почва покрывала не только корневую шейку, но и первую пару почек. Это позволит растению укрепить иммунитет и в будущем более активно куститься. При посадке клематицы нужно обязательно заглубить. Зачем? Все очень просто. Зимой, когда у нас снег, очень часто бывает такое, что наши стволики он просто переламывает. А если в земле не будет почек, если мы не заглубим, то ему будет неоткуда вылазить. Сразу после посадки растение нужно полить. Воду лучше выливать не прямо в посадочную яму, а равномерно увлажнить почву вокруг нее. Необходимо также позаботиться о том, чтобы первое время лунку не заливало дождями. Укрывать их нужно так же, как и мы укрывали в прошлом выпуске Будлейку. Таким же куполом и ни в коем случае клематицы нельзя ложить на землю. Почему? Потому что, когда мы снимаем с опоры и ложим на землю, большинство наших росточков ломается и это не есть хорошо. После посадки грунт вокруг степля нужно регулярно рыхлить и поливать. Дополнительная подкормка осенью не нужна. Она способна вызвать гниение корня. Вот еще один красавец, который до сих пор цветет. Сорт называется Бал цветов. На самом деле у него будут огромные цветы, как тарелка. Сейчас, конечно же, осень, цветение не такое полноценное, как летом, но тем не менее вот цветет и не один цветочек, а несколько. К осенней посадке клематиса нужно подойти со всей ответственностью. Если не соблюдать сроки и другие рекомендации, молодой саженец не сможет пережить зиму. А вот при правильном уходе яркие цветы будут радовать на протяжении всего следующего лета. Субтитры создавал DimaTorzok